Еще в одном городе Югры прививочная компания выходит за пределы медучреждений. Теперь в Нижневартовске получить вакцину от коронавируса можно будет прямо в торговом центре. Программу со следующей недели запускает Нижневартовская городская поликлиника. В импровизированном процедурном кабинете югорчане смогут заполнить документы, пройти осмотр врача, сделать прививку. А затем в течение 30 минут оставаться под наблюдением медработника. В будущем такие пункты планируют открыть еще в нескольких торговых центрах. Сегодня первым компонентом привито почти 23 тысячи вартовчан. Полностью завершили вакцинацию более 12 тысяч. Сейчас в распоряжении поликлиники 3000 доз вакцины «Спутник Ви». На следующей неделе в учреждение поступит еще столько же. В каждом поколении бывают какие-то катастрофы, которые человечество должно победить. И пандемии, если их все суммировать, и локальные эпидемии, они по масштабам унесли не меньше жизни, чем горячие столкновения и войны. И вот как писал в своем произведении Герберт Уэллс, что человечество заплатило миллионами жизней за право жить на этой планете. Поэтому сегодня вопросы вакцинации, они не просто личные вопросы каждого человека, это вопросы выживания всего человечества в целом. То есть мы не победим инфекцию до тех пор, когда пока не останется ни одного невакцинированного или переболевшего человека. 47 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах Югры зарегистрировали в минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. В лидерах антирейтинга на этот раз Ханты-Мансийск. Здесь 10 новых пациентов. В Сургуте тесты на коронавирус показали положительный результат 8 раз, в Нижневартовске 7. На момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 заболевания сопровождается пневмонией. Под наблюдением медиков сейчас находятся 7430 человек, состояние 31 пациента врачи оценивают как тяжелое. 20 подключены к аппаратам ИВЛ, вместе с тем за сутки в Югре от COVID-19 вылечились 58 человек. Таким образом за весь период пандемии в Югре 55 418 выздоровевших пациентов. В Нефтьюганске выбирают лучшую династию. Муниципальный этап ежегодного конкурса «Семья года» проводят в преддверии старта в Югре семейного месяца. В этом году конкурс проходит заочно. Несмотря на такой формат, в нем приняли участие больше 20 нефтьюганских семей. В конкурсе 6 номинаций, самая популярная среди участников «Дерево жизни». 13 семей подготовили для рассмотрения жюри истории династий. Победители этапа представят Нефтьюганск на окружном уровне и получат шанс посостязаться за звание лучшей семьи на всероссийском конкурсе. В одной из работ прабабушка и прапрапрабабушка. И вот описывают всю династию своей семьи, чем занимались, откуда произошли, откуда произошла даже фамилия. Тут русские и башкиры, и украинцы. И меня все это радует. Материалов очень много. Они как оформлены на бумажных носителях, на ватманах, в красочном виде альбомы, так и в цифровом виде презентации, видеослайды, видеофильмы. Будем смотреть все, будем изучать всех, знакомиться и выбирать лучших. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также трансляция будет идти в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а также в группе региона Югра. Вопросы можно оставлять под постом. Субтитры создавал DimaTorzok